ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Кто уже давно в этой церкви, не раз слышал, как я привожу в пример некоторые парадоксы Библии во время своих проповедей. Я говорил вам, что однажды я посвящу библейским парадоксам целую проповедь. И вот этот день настал. Я с удивительным восторгом приступаю к своей проповеди о парадоксе Рождества. Я не часто начинаю проповедь с того, что даю определение, но в данном случае я просто обязан вначале дать вам определение, чтобы вы могли понять всю оставшуюся проповедь. А вот определение парадокса, в частности, с библейской точки зрения. Два явных противоречия, скрывающие за собой удивительную истину. Я повторю. Два явных противоречия, скрывающие за собой удивительную истину. Два явных противоречия, давайте скажем это вместе, скрывающие за собой удивительную истину. Ну что же, Библия полна парадоксов. Христианская вера полна парадоксов. Поэтому зачастую неверующие люди, те, кто критикуют Библию и христианскую веру, большинство из них никогда не читали Библию. Но несмотря на это, они все же считают себя экспертами и критикуют Библию. Они говорят, что в Библии полно противоречий, в христианской вере множество противоречий. Что ж, в некоторой степени они правы. Но вот в чем проблема. Они не пытаются понять, что за этими противоречиями скрывается глубокая истина. Если в Евангелии есть тайны, хотя я в это не верю, но для неверующих людей Евангелие и христианская вера действительно остается тайной. Они не способны постичь удивительные парадоксы. Пока не откроются их духовные глаза, они не смогут увидеть глубокую истину, скрывающуюся за библейскими парадоксами, и поэтому часто неверующие считают христиан странными. Сегодня можно встретить христиан, которые при тщательном рассмотрении принципов их веры оказываются слишком поверхностными. Я таких встречал на своем пути. На самом деле, те, кто принял в свою жизнь эти парадоксы и применяет их на практике, являются истинными верующими. Поэтому христианская вера столь уникальна. Лжеучителя, лжебогословы, лжепроповедники отрицают эту истину. Христианская вера является уникальной по сравнению с другими верами и учениями. Только христианская вера учит тому, что мы можем видеть невидимое, что мы можем победить, только если сдадимся, что мы найдем покой, если возьмем на себя иго. Если мы будем слугами, то нам дана будет власть. Мы сможем стать великими, если будем умолять себя. Если мы будем смирять себя, то нас ожидает слава. Мы можем быть мудрыми, только если станем безумными для Христа. Мы можем быть свободными, только если станем рабами Иисуса. Не имея ничего, мы можем обладать всем, и мы приобретаем, когда отдаем. Мы можем быть сильными только в своей слабости и придем к триумфу, только покорившись. Мы можем обрести победу, только хвалясь своими слабостями. Мы сможем по-настоящему жить, только если умрем для себя. Надеюсь, это понятно. Именно об этом Иисус говорит в 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе. Приобрести жизнь можно только если вы потеряете ее. Вот такой вот парадокс. «Слава Богу!» «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, ради Иисуса, тот сбережет ее». Поэтому слова о том, что все религии одинаковые и ведут к тому же, не имеют под собой никакой почвы. Это неправда. В христианской вере скрываются парадоксы. Их не найти в воинствующем светском движении, в котором в настоящее время утопает западная цивилизация. Большего парадокса, чем Рождество, нам не найти. Нет большего парадокса, чем рождение Иисуса Христа. Чтобы вам это понять, мне нужно вкратце рассказать вам исторический контекст. Это будет коротко. Вы не услышите скучный урок или скучную лекцию про историю. Во время рождения Иисуса империей правил Кесарь Абгуст. Он был единственным правителем над всей империей, и ему принадлежала полная власть. Он пришел к власти после 20 лет гражданской войны. За 20 лет он уничтожил всех врагов, которые могли бы претендовать на его власть. И поэтому он обрел нераздельную, абсолютную власть над всей Римской империей. Император Кесарь Абгуст был диктатором. И с помощью тирании он привел империю к процветанию. Империя простиралась на весь известный на то время мир. Это не означает, что других цивилизаций не существовало, но это был весь известный в то время мир. Римская империя была в центре истории. Врач по имени Лука был человеком-ученым, и поэтому он обращал внимание даже на детали. Он подробно описывает ситуацию вокруг рождения Иисуса и дает весь контекст событий. И это тоже большой парадокс. При правлении верховного диктатора, власть которого распространялась на всю огромную территорию империи, в небольшом хлеву в городе Вифлеем, в Иудее, родился, казалось бы, ничем не приметный младенец. Невозможно не заметить разительный контраст между Кесарем Августом и Иисусом Христом. Август на вершине власти. Иисус в безнадежной ситуации. Кесарь Август был самым богатым человеком на земле. Иисус самым бедным. Кесарь Август спал в Риме на золотой кровати, накрытой изысканными покрывалами. Иисус был завернут в лохмотье. Кесарь Августа окружали слуги, а Иисуса окружали глупые овцы. Кесарь Августа защищали легионы римских воинов. Иисус лежал беспомощным в кормушке для скота. Разительный контраст, непередаваемый. Вся разница налицом. И все-таки Иисус пришел на землю свыше, оставив всю славу небес. Он спустился в самый низ, для того, чтобы поднять всех, кто уверует в Него. Всех, кто покорится Его власти, чтобы поднять их с низкого греховного положения к вершине Его славы. Слово Божие говорит нам во втором послании Коринфянам, это, кстати, ключевое место сегодняшней проповеди, что Он все-таки был богат. Возлюбленные мои, Иисус родился на земле человеком, дабы всякий, кто возложит свое упование и веру на Него, как на Спасителя и Господа, мог пережить духовное перерождение. Итак, мы откроем с вами второе послание Коринфянам, восьмую главу, девятый стих. Пожалуйста, откройте это местописание вместе со мной, и давайте вместе читать. «Ибо вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас». И вот первый вопрос, который приходит в голову, для чего, зачем? Павел говорит, «Дабы вы обогатились Его нищетою». Иисус, для Которого не нашлось места в гостинице, обещает всякому, кто верует в Него, кто возложит на Него свое упование и примет Его, как своего Господа и Спасителя, что в доме Отца Его для них будет много обителей. Иисус стал членом человеческой расы, чтобы мы, любящие Его, стали членами небесной расы. Иисус смирил Себя, чтобы все мы, кто любит Его, могли быть освобождены силой Святого Духа. Иисус, будучи Богом, не превознесся в Своем Божественном величии, но, будучи равный Отцу, Он предпочел прийти на землю как равный нам. Но, несмотря на это, когда Он пришел на землю как человек, Он все же обладал Божественной природой. Он оставил на небесах лишь свое величие и славу. Он пришел к нам, чтобы отождествить себя с человеком. Смотрите, что говорит об Иисусе Слово Божие. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидающий венец славы. Послушайте меня. Если вы никогда еще не принимали Иисуса как вашего личного Господа и Спасителя, где бы вы ни были, в каком уголке земли вы сейчас не находились, если вы никогда еще не приняли из Его рук дар прощения и вечные жизни, то если вы придете к Нему сегодня с осознанием того, что вы грешник и что ничего не сможет вас избавить от греха, кроме того, кто умер за вас, то на небесах сегодня будет большой пир в вашу честь, а ангелы будут праздновать ваше спасение. Младенца Иисуса преследовал злой и безжалостный царь Ирод. Он приказал убить всех младенцев, какое бессмысленное детоубийство. Иисус пришел на землю как раз для того, чтобы уничтожить источник всего зла, самого сатану. Я еще даже не начал проповедовать, дорогие. Это было всего лишь мое вступление. Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу призвать вас, чтобы в этот сезон Рождества ничто не отвлекало вас от главной причины. Начните рассуждать и размышлять о парадоксе Рождества, и тогда вы воскликнете невзирая на то, к какой деноминации вы относитесь. Вы можете быть слишком консервативным, чтобы восклицать, но вы станете пятидесятником и будете восклицать от радости. В этом, мои дорогие христиане, и заключается чудо Рождества. Аминь. Холмарк придумал всякие рождественские мифы типа Дух Рождества и прочее. В этом нет ничего страшного, да благословит их Бог. Но, послушайте, для некоторых людей парадокс Рождества кажется непонятным и оскорбительным. Как же так, что Бог Богов пришел на землю, оставил всю слабую величие небес и родился в старом грязном холеву, чтобы мы, уверовавшие в Него, могли пережить духовное рождение и однажды прийти на небеса, где нас ожидает приготовленная Богом Отцом обитель. Как мог Иисус, Бог Богов, иметь земную мать, чтобы мы, уверовавшие в Него, могли иметь небесного Отца. Как мог Иисус, смирить себя так, что мы можем в Нем обрести свободу от греха и осуждения. Как Иисус, истинный Бог оставил на время Свою славу, чтобы разделить Свою славу с нами вовеки. Как Иисус, Бог Богов, обнищал, чтобы нам с вами стать духовно богатыми людьми. Рождение Иисуса приветствовали пастухи, тогда как в небесах будут встречать Его могущественные ангелы. царь Ирод преследовал Бога богов Иисуса, чтобы мы в Иисусе могли получить свободу от преследования сатаны. Вот в чем заключается этот парадокс Рождества, друзья мои. Вы можете буквально утешаться этим в это предрождественское время, поэтому воздайте Ему славу, воздайте Богу славу. Во веки веков Он достоин похвалы. Да благословит Господь все эти хо-хо-хо и Санта-Клаусов, но не в них суть Рождества. Истинным благословением в Рождество для вас и также истинным рождественским благословением для меня станет то, что мы будем рассуждать над тем, чего Иисусу стоило. Сделать Рождество таким значимым для людей. Суть Рождества никогда не была в подарках, скидках и бесконечных покупках. Нет. Парадокс Рождества заключается в несоизмеримой цене, которую Божий Сын заплатил за нас с вами, дабы всякий, 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 приходящий к Нему в покаянии и в вере мог получить прощение и жизнь вечную, я подчеркиваю это. Я не хочу обобщать, но в целом, если мы посмотрим на людей, которые нас окружают, на наших соседей, родных, друзей, то большинство из них пытаются просто как-то жить. Вот и все. Недавно я встретил соседа. Он плохо себя чувствует, передвигается с помощью ходунков. Я спросил его, «Как твои дела?» Он сказал, «Просто пытаюсь хотя бы на день продлить свою жизнь. Когда я слышу подобные слова, мне хочется плакать». Но послушайте, лишь те, кто познали истинный парадокс Рождества и живут, имея Бога в центре, способны по-настоящему жить, а не влачить существование. Лишь те, кто познали и практикуют парадоксы Рождества, могут иметь мир Божий, потому что обрели мир с Богом. Лишь те, кто радуется парадоксу Рождества во все дни своей жизни, знают, что живы они или мертвы, они всегда принадлежат Христу. Лишь те, кто понимают и применяют парадоксы Рождества, имеют в жизни радость. Вне зависимости от того, имеют они много или мало, крепкое здоровье или трудности со здоровьем, переживают они печаль или радостные моменты, вне зависимости от того, как к ним относятся окружающие и как их принимают, мы живем и любим благодаря парадоксу Рождества. Вот каким бесплатным уроком нас учит парадокс Рождества. Во-первых, не стоит судить по наружности, не судите по внешности, во-вторых, не судите о деле поначалу, не увидев, чем все закончится. И третье, парадокс Рождества учит нас иметь место для других людей в нашей жизни. Мы вкратце рассмотрим все эти три пункта. Во-первых, не судите по наружности. Помните, в Ветхом Завете Самуил попросил Иесея показать ему его сыновей. Он увидел статных, высоких парней, впечатляющей внешности, но не их избрал Господь. Но он сгодится даже в NBA. Нет, нет, не этот, а этот сын получил отличное образование. Бог сказал, нет, и это не он, а этот не он, еще один сын, но он всего лишь пастух. И Бог сказал, не суди по наружности, Самуил, позовите того пастуха. Это и был будущий царь Давид. Здесь мы впервые видим, что Библия призывает не судить по внешности. Я часто встречаю людей, и это люди с добрыми намерениями, но все, о чем они говорят и думают, это внешние факторы. Не обманывайтесь. Не смотрите на людей по тому, какую власть они имеют. Кесарь был самым могущественным человеком, а Бог пришел беззащитным младенцем и родился в Холиву. Пусть вас не впечатляет то, что впечатляет этот мир. Этот мир рукоплещет звездам и знаменитостям. Но вот чему мы можем научиться из парадокса Рождества Бог может спрятать самый великий дар в самой неприглядной упаковке. Он завернул своего единственного сына в лохмотье в Холиву, чтобы вы могли заметить парадокс Рождества и не стали судить по наружности. Во-вторых, не судите о конце по началу. Библия призывает нас не считать малые начинания маловажными. Рождение Иисуса не освещалось средствами массовой информации. Но в наши дни в той или иной степени его рождение празднует весь мир. Это ничто по сравнению с тем, что будет в будущем. В конце времен, когда Иисус явится во всей своей славе и в величии, весь мир пойдет к его ногам. В конце времен весь мир признает, что только Иисус Господь. Что Иисус единственный Спаситель, что Иисус единственный путь на небеса. Они восплачут и возрыдают, что были настолько глупыми, что отвергли его. Библия говорит, что в конце времен перед Иисусом преклонится всякое колено и все исповедуют, что Иисус Господь во славу Бога Отца. В конце времен мир услышит, что ангелы небесные поют «Достоин агнец закланный». Он достоин принять всю власть и мудрость, всю силу и честь, величие и хвалу. В конце времен не будет большей славы, чем слава Иисуса. Никто не будет превознесен выше Иисуса, и никто не будет обладать таким великолепием, как Иисус. Ничто во всей вселенной не сравнится с величием и красотой грядущего Иисуса. Вы не смогли бы ожидать этого от Иисуса, если бы судили о нем по его внешности, когда он родился в Вифлееме иудейском. Вам бы такое в голову не пришло. Возможно, сейчас в вашей жизни обстоятельства, которые вас расстраивают, и вы недоумеваете о том, что происходит в вашей жизни. Кто-то из вас, возможно, полон страха или тревоги, кто-то с разочарованием смотрит на сложившиеся в его жизни условности, и вы в отчаянии. Я умоляю вас, не судите раньше времени. Вы не знаете, чем все закончится. Бог еще не закончил свою работу в вас. Не нужно судить по наружности. Не судите об исходе дела по его началу. И в-третьих, убедитесь в том, что в вашем сердце есть место для других людей. Так и только так вы сможете убедиться в том, что в вашем сердце есть место для самого Иисуса. Иоанн говорил, как вы можете говорить, что любите Бога, если при этом не любите своих братьев? В вашем сердце должно быть место для страждущих верующих, для тех, кто подвергается гонениям, а также для тех, кто погибает во грехах. В вашем сердце должно быть место для тех, кто отчаянно нуждается в том, чтобы услышать Евангелие. Они обязательно должны услышать о том, что Иисус прощает грешников, которые приходят к Нему в покаянии, что Иисус любит и прощает кающихся грешников, что Иисус принимает тех, кто приходит к Нему в раскаянии. Иисус любит заполнять пустоту в сердце. Он лучший друг для всех одиноких сердец даже сегодня. Иисус исцеляет разбитые сердца. Какие бы в данный момент вы не переживали трудности, Бог знает о них, и вы знаете о них. Иисус может коснуться вас и полностью преобразить. Но также Он касается людей через Своих послушных детей. Он может сделать это через тебя и меня. Мы также некогда были далекими и отчужденными от Бога, враждовали с Ним. Было время, когда мы были отрезаны от общения с Богом. Мы тоже жили во грехах, были покрыты виной и стыдом. Мы тоже были мертвы в грехах и преступлениях наших. И нашелся человек, который рассказал нам об Иисусе, рассказал об Иисусе мне. Он сказал мне, что если я отдам себя в руки Иисуса, я смогу пребывать в Его любви. И с тех пор моя жизнь изменилась. Тысячи из вас могли бы рассказать о том же... Давайте возможность людям услышать вашу историю, а Бог уже сделает все остальное. Я никогда не беспокоюсь о результатах. Я совершенно не тревожусь о результатах, потому что это уже Его дело. Мое дело прийти к Нему и принести то малое, что у меня есть. А Он сделает все остальное. Ему принесли пару хлебов и несколько рыбок, и Он насытил несколько тысяч человек. У Моисея в руке был посох, и когда Бог сказал ему ударить по воде, море раступилось. Принесите Ему то малое, что можете, а Он сделает все остальное. Он благословит других через наше послушание. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.